Сегодня в храме в честь Богоявления Господня состоялось прощание с одним из старейшин нашего города, ветераном Великой Отечественной войны Василием Сорокиным. Василий Сорокин родился в Мордовии. Война ворвалась в судьбу парня, когда ему только-только исполнилось 17 лет. Мы даже обрадовались, говорил Василий Павлович, потому что считали, что мы самые сильные и быстро разгромим фашистов. День, когда был начало войны, я был совсем молодой и находился на комсомольской стройке на Байкале. Мы там вот начинали туннели строить. На войну пошел добровольцем. О своем боевом пути сам Василий Павлович всегда говорил коротко и без пафоса. После Калининского перебросили на Ленинградский, защищал Ленинград, потом оказался на Курской дуге. Войну закончил на берегу Балтийского моря. После войны приехал в Берцк. Устроился на комбинат «Гигант», где проработал 38 лет. Проститься с человеком, который до последних дней был активным участником жизни города, пришло немало берчан. Очень был эмоциональный человек. И подрастающему поколению всегда советовал, как жить, что самое важное в жизни. И нам рядом всегда говорило, главное – жить хорошо, чтобы не было войны. И хочется, чтобы действительно был мир. И мы всегда будем его помнить, как человека с большой буквы. Родные и близкие говорят о Василии Павловиче, как о настоящем мужчине, настоящем воине. Человеке безмерной доброты, который в любой жизненной ситуации старался улыбаться и поддержать крепкой рукой. Помогал всем, и с животными, и неоднократно я это все наблюдал с детства, причем с малых лет, как я еще себя помню. Все обращались к нему. Он меня научил стрелять. Он меня научил всему, чему сейчас я умею. Молодое поколение его запомнило как настоящего друга школьников и юноармейцев. Тех, кому он старался передать свой жизненный опыт и мудрость. У старших тоже немало поводов сказать спасибо Василию Сорокину. Вспоминали, какой был светлый человек. Всегда радовался, всегда улыбался. Хотя прошел, какие сложные трудные испытания в жизни были ему. И те люди, которые шли на фронт, зная, что их могут убить, ранить, готовы были и жизнь отдать для того, чтобы дети, внуки, правнуки жили мирно. И мы же иду. Сделав немало доброго, Василий Павлович ушел из жизни 16 декабря, не дожив до своего 95-летия всего несколько дней. Очень хотелось бы, чтобы наши молодежи, внуки, правнуки, не узнали этой войны. Дай Бог вам здоровья.